Я предлагаю перейти к задаче номер три, то, что у нас не нашло отражения в прошлой презентации, это аналитика по ИМСе. Продолжение следует... ...смотреть динамику перемещения наших абонентов по городу по часам. В отличие от табло на клик-вью на карте, отобразить перемещение именно в виде видеоряда, такой функциональности нет. Мы предложили несколько вариантов, которые по логике должны нам дать возможность получить ту же самую информацию, то есть анализировать перемещение по часам. Сейчас на клик-мапе. У нас эта вкладка клик-мап по часам, то есть эта вкладка соответствует задаче аналитика по ИМСе. Что мы здесь видим? Мы видим выбранные ИМСе, 28 их выбрано, допустим, они нас интересуют. И мы можем, перемещая, то есть щелкая следующий час, выбирать следующий час и видеть, как эта выборка в каждый следующий час, то есть у нас 24 часа, как они перемещались. То есть, так как мы видим только трех, значит информации по остальным 25 из этих 28 ее нет, вот в этом часу конкретно. То есть, если мы будем щелкать дальше, пятый час, шестой час, у нас постепенно, это уже получается там условно утро, у нас появляется больше информации о перемещении данных пользователей по городу. Мы можем выбрать выборку большего размера, чтобы у нас было больше информации на карте. И меняя час, мы видим, как располагались данные абоненты в связке с их активностью на карте в другие часы. У тебя сейчас выбрано только 16 импси. Угу. То есть, выборка у нас зафиксировалась, и мы смотрим информацию по ней в различных часах. Это то, как это может быть реализовано конкретно на решении ClickMap. Конкретно для данной задачи, если вот, опять же, по тому документу, который мы вам направили, мы реализовали также данную задачу с помощью другого расширения, ну не важно какого. Оно называется «Idevio Maps», вкладка «Idevio Maps перемещения». Собственно, это приложение, это расширение, да, реализует эту задачу, дает возможность реализовать эту задачу немного другим способом. Опять же, на ClickView мы можем сказать, что нет решения, которое позволило бы создать видеоряд, как это есть на табло. Но здесь мы реализовали эту задачу отличным образом, да. То есть, ClickMap это было от использования часов и смены часов вручную. Здесь мы использовали решение со стрелочками. Ну, вот мы видим некое представление того, о чем мы говорим. Юль, сколько сейчас здесь условно имсе? Здесь мы реализовали данную задачу, да, с помощью стрелочек. То есть, есть возможность с помощью такой реализации посмотреть перемещение пользователей с помощью стрелочек. Можно навести на конкретную точку, увидеть, кто это, какой это час, какой лаг, какой сексесс по нему и так далее. Мы можем также выбрать конкретные несколько часов, например. У нас есть фильтр. И увидеть перемещение этой выборки имсе по этим часам, в течение этих часов. Ну, вот, собственно, это два варианта того, как можно эту задачу решить на ClickView с помощью двух различных расширений картографических. Соответственно, есть ли у вас по этому поводу какие-то пожелания, соображения, комментарии? То есть, насколько это соответствует вашей задаче, насколько это решает эту задачу, такая реализация? Можете показать более детально, как анимация эта часа происходит? Детально показать что еще раз? Ну, вот как у нас час за час и меняется картинка. Как меняется картинка, в зависимости от чего? В зависимости от изменения времени. Или это вот стрелками нарисованы? Да, здесь как раз статичная, по сути, картинка. То есть, у нас в ClickMap менялась ситуация в зависимости от нашего перебора часов вручную. Здесь мы часы сейчас не выбрали, ни один из них. И он показывает сразу всю информацию по выбранным имсе за все 24 часа с помощью стрелочек. Мы можем выбрать в фильтре часов, выбрать перечень часов, период, который нам интересен. Например, с 5 до 7 утра. И будет у нас картина вот такого плана. То есть, мы видим, что вот три точки, да? Это три абонента, которые один был в пятом часу. Юль, вот на верхние три точки наведи, пожалуйста. Вот такой абонент проявлял какую-то активность в седьмом часу. Другой в шестом, а другой тоже... А, другой в пятом. А нижний абонент, он проявлял активность и в пятом часу, и в шестом. И, соответственно, он переместился. Есть стрелочка. То есть, здесь получается картина статичная, здесь нет анимации. И здесь как бы динамика предлагается в виде стрелочек. Все понятно, спасибо. Вот. Это по факту то, что может быть достигнуто по этой задаче на ClickView.